Еще в начале года власти Московской области заявили о планах строительства новых железнодорожных переездов, которые будут эксплуатироваться на платной основе. Кроме того, предполагается реконструкция уже существующих переездов. Строительство одного путепровода оценивается в 500 миллионов рублей, окупаемость 10-15 лет. Всего в Подмосковье более сотни проблемных переездов, для реконструкции которых будут привлекаться как государственные, так и частные средства. По словам исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьева, до 2020 года из областного бюджета на эти цели выделят около 70 миллиардов рублей. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. И мы сегодня попытаемся понять, нужны ли вообще нам платные дороги или нет, реально ли в России строить платные дороги, каково ваше отношение к этому. У нас в студии гендиректор ЗАО «Региональные платные дороги» Владимир Сопряков. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Ну, если у вас, радиослушатели, есть свое мнение или вопросы на эту тему, звоните нам по телефону 65 10 99 и 6, или пишите на нашу страницу в интернете finam.fm, программа «Парадокс». Мы обязательно вас выслушаем, потому что нам просто интересно, вы за или против, например, платных дорог. Но начнем мы обычно с простого, банального вопроса. Вообще, зачем России платные дороги, Владимир? Ну, данная тема, она имеет определенную предысторию, определенную причину. Можно выделить две основных макроэкономических причины. Первая – это основной причиной дефицита транспортной инфраструктуры является переход к рыночной экономике, и связанные с этим увеличение доходов населения и сокращение доли ВВП, распределяемые через государственный бюджет. На строительство дорог вы имеете в виду? Да, нет, вообще. Дело в том, что в СССР это почти 100%, в России около 40%. В результате у граждан появилась возможность покупать машины, и одновременно с этим сократились возможности государства строить новые дороги. Хотя при всем при этом мы платим пошлины, платим налоги, повышаются акции на бензин и так далее. Вы понимаете, о чем я хочу спросить? Понимаю, понимаю. Значит, одновременно с этим происходил процесс роста автомобилизации, появление программ автокредитования. Значит, сегодня потребность в объектах инфраструктуры, в дорогах, мостах, путепроводах намного превышает возможности бюджета и ту часть налоговых поступлений, которые могут быть направлены на эти цели. Имея ограниченное количество средств, государство поступает так же, как поступает гражданин, желающий ездить на машине, на которой он еще не заработал. Инфраструктура строится в кредит. Вторая причина, это как раз ответ на ваш вопрос, что основным источником финансирования дорожного хозяйства являются, прежде всего, так называемые целевые налоги, акцизные сборы. С ростом экономической средств двигателя с 50-х годов, это почти в два раза, воловой сбор акцизов перестал соответствовать пробегу автомобилей, а соответствует износу дорог. Понятно. Ну, о качестве дорог мы тоже поговорим с вами отдельно. Давайте мы послушаем нашего слушателя, который к нам дозвонился. Магомед, здравствуйте. Добрый день. Я, в принципе, ничего не умею против платных дорог, только хотелось понять, куда уходят наши налоги. Я тут абсолютно случайно, ну, так получилось, получил доступ к информации о распределении средств в одном из местечковых дорстроев. На ямочные дороги в таком маленьком городке, где 60 тысяч человек, ежегодно тратилось 42 миллиона рублей. Грубо говоря, за эти деньги, ну, просто прикол ради посчитали, за эти деньги можно было из Германии выписать подрядчика с их собственным оборудованием и техникой, ну, и асфальтом, и закатать в асфальт практически весь город. Ну, понятно. А вот наши вот не могут. У нас стоимость дорог просто космическая. А вот куда деваются налоги? Да, спасибо, Магомед. Почему такие цены? Я не знаю, Владимир, сможет ли ответить на этот вопрос? Ну, попытайтесь. Ну, честно говоря, немножко не по адресу, потому что у нас частная компания, мы бюджетных денег ни в первом проекте, ни в следующих проектах привлекать не планируем. То есть компания занимается тем, что строит за свой счет инфраструктурные объекты, их эксплуатирует. У нас своя стоимость строительства, мы ее формируем, исходя из проектной документации, и чем занимается ДОР управления в каком-то городе, мы, так сказать, отвечать не можем. Но вы с нуля начинаете фактически делать и бизнес-план, и строите такого рода проекты. Да. Не используете уже готовую инфраструктуру. Да. Значит, путепровод строится рядом с переездом. Надо понимать, что проблема переездов, она достаточно сложная. Почему? С одной стороны, переезд сокращает пропускную способность автомобильной дороги, с другой стороны, переезды сокращают пропускную способность железных дорог. Так как на подходе к переезду поезд тормозит и потом ускоряется. Значит, там, где 4-5, максимум 6 путей, в принципе, при 6 путях можно переезд уже забыть. При интенсивности движения поездов 250-300 поездов в сутки, переезд закрыт примерно 18 часов. То есть это уже не переезд. Второй, кстати, интересный вопрос. Многие считают, что переезд — это бесплатное удовольствие, и они проезжают его бесплатно. На самом деле это не так. Если вы стоите на переезде 15-20 минут на машине с двигателем 1,6 литра, то эти 15-20 минут стоят вам 20 рублей. Только платите вы их не владельцу платного путепровода, а платите их на заправке. Но по большому счету вы сейчас говорите о своих проектах, да? Вот два проекта, которые сейчас работают. И цену вы назвали 20 рублей. Это та цена, которая действует у вас. Да, это мы говорим в одном проекте. У нас работает сейчас Рязань. В Рязани построен первый платный путепровод. Сразу скажу, что путепровод себя полностью оправдал. В настоящее время, если поток через переезд составлял около 9 тысяч машин в 2011 году, то сейчас это поток 13 тысяч через платный путепровод. В сутки? В сутки. Но это довольно-таки много. Если это умножить на 20 рублей, то вы окупаетесь довольно-таки быстро. Ну, во-первых, мы платим налоги. Во-вторых, там штат, извините, там сейчас численность дочерней компании в Рязани в два раза больше, чем численность головной компании. Сколько стоит такой проект? Рязанский путепровод двухполосный, шестиполосным ПВП. Стоил компании 254 миллиона. Ну, это один детский садик в Московской области. Стоимость одного детского садика под ключ, как говорится. Вот, я имел в виду другое. О том, что платный путепровод вызвал у населения как бы, ну, большее понимание, чем бесплатный переезд. То есть люди пошли на этот маршрут. Поток увеличился. Ну, мне кажется, что потому, что нет выбора. Вы знаете, да, на переезде стояли, но только условно бесплатно. На переезде платят столько же, сколько платили, теряли на бензине, а время бесплатно. Вот какая логика вообще программы строительства платных путепроводов. Время. То есть выигранное время бесплатно. Люди отреагировали положительно. Да, да. Мы ожидали при вводе в эксплуатацию, там, все, что, что так не ожидали. И протестов, и протестов со стороны населения, и протестов со стороны коммерческого транспорта. Но, прежде всего, коммерческий транспорт отреагировал тем, что стали покупать карты, предусматривающие расчет по безналичному расчету. И со стороны большегрузов, как наиболее организованной части представителей коммерческого транспорта, мы не встретили никаких протестов. — Ну а окупаемость проекта? — Окупаемость проекта, она в каждом проекте будет своя. Вот Рязанский проект — это порядка девяти лет. В Московской области будут более дорогие объекты. Почему? Потому что, во-первых, земля дороже, во-вторых, конструкции другие. То есть не везде удается вписаться в существующую трассу, соответственно, увеличивается длина мостового сооружения и стоимость. — Ну а 15 лет, да, вы говорите? — В районе 15 лет. Ну там будет зависеть все от каждого объекта. Где-то будут одни условия, конечно. — Но 20 рублей — это все-таки дороговато, на мой взгляд. — 20 рублей — это, как я сказал, вы стоите 20 минут и сжигаете бензин на 20 рублей. С другой стороны, 20 рублей — это, исходя из ежедневных поездок, два раза в день. — Ну мы продолжим и более детально об этом говорить буквально через несколько минут. — Реально ли в России строить платные дороги? Об этом мы сегодня говорим с гендиректором за оригинальные платные дороги Владимиром Сопряковым. — И вы, уважаемые слушатели, можете позвонить, задать свои вопросы, которые вас интересуют по этой теме 6510996, код города 495, либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы «Парадокс». — Мы первую часть нашей передачи, Владимир, закончили как раз по поводу тарифа — 20 рублей. Из чего вы исходили, назначая такие тарифы? — Значит, и в Рязани, и в Москве мы исходим из простой вещи, и в Московской области мы исходим из простой вещи, как затраты от автовладельцев на преодоление того же самого условно-бесплатного переезда. — Если вы стоите в пробке 20 минут, двигатель 1,6 литра, 0,5-0,6 литра бензина 92-го — это есть те самые 15-20 рублей. — Если двигатель больше или включен кондиционер, то это уже 20 и более. — Принцип тарифной политики следующий. Два тарифа. Первый — это транспортные средства высотой до 2,1 метра. Это все легковые машины и джипы. Вторая группа. И тариф, соответственно, 20 рублей. Машины первой категории ночью с 22 до 6 утра проезд бесплатный. Вторая категория — так называемый коммерческий транспорт. Это газели и все, что выше газелей. 2,1 метра — это и есть газель. Самая низкая газель — Соболь. У них тариф двойной. То есть это 40 рублей. И в ночное время они платят. Что такое 20 рублей с точки зрения доходов? — Это примерно 1,5-1,7% месячных денежных доходов домохозяйств Московской области. — Да, только водителю иногда приходится не один раз переезжать. Это с учетом 2 поездки каждый день. Есть определенная методика, которая позволяет вычислить доходы автовладельцев, потому что автомобилизация населения известна. И на это ориентироваться. Откуда взята эта цифра? В данном случае мы взяли за правную точку расходы домохозяйств в Норвегии в процентном отношении, не в абсолютном, естественно. Но в Норвегии платные дороги безальтернативны. То есть их норвежский товарищ либо платит за дорогу, либо идет пешком. — В Рязани альтернативный есть вариант? — Да, конечно. Значит, мы придерживаемся, что везде должен быть альтернативный проезд. Его длина в разных случаях будет колебаться от 5 до 10 километров. В законе 257 ФСЗ, который регулирует все вопросы по платным дорогам, есть общее правило, которое говорит о том, что любая платная автомобильная дорога либо платный участок должна иметь альтернативную бесплатную общей протяженностью не более чем в три раза больше платной. И там же в законе есть исключение, это статья 37 пункт 2, что это правило не применяется в районе Крайнего Севера, а также в случае, если платный участок на 50 и более процентов состоит из мостов, туннелей и путепроводов. Понятно, что в законодательстве исходила совершенно логичная мысль, что никто не будет делать платный туннель, а рядом бесплатно не более чем в трое больше протяженности. Эта норма есть и в законодательстве ряда стран, в частности и Китая, и ряда других стран. В данном случае законодатель в России просто заимствовал эту норму. Почему государство не может само строить вот эти все платные, а скорее всего бесплатные путепроводы? Да, почему они должны быть платными? И не боитесь ли вы, что рано или поздно государство заберет у вас ваш бизнес? Ну, во-первых, наш проект предусматривает, что объект передается государству в зависимости от срока покупаемости от 20, то есть либо через 20, либо через 30 лет. То есть эта цифра, она плавает, зависит от самого проекта. Мы его в любом отдаем, и государство уже или муниципалитет, на самом деле владелец дороги, на которой находится путепровод, сам решит, будет он его эксплуатировать дальше в платном режиме или сделать его бесплатным. А государство может прийти и сказать, давайте я его выкуплю просто и все? Может, два варианта. Может, в этом случае стоимость путепровода определяется независимым оценщикам, мы можем продавать, потому что это позволяет снижать риски. Когда вы собираетесь строить любой путепровод, вы наверняка и с жителями советуетесь? Да, конечно. Но если жители против? Если жители против, то мы не строим. Если жители за, например, в Рязани мы проходили через процедуру, мы докладывали в Думе по этому вопросу, нас поддержала Дума в городе Рязани, и в Московской области везде будут общественные слушания. Сколько на сегодняшний день такого рода путепроводов может появиться в Московской области? В Московской области порядка 84 переездов первой категории. Это те переезды, которые оборудованы УЗП, это устройство заграждения пути. УЗП ставится на достаточно интенсивных переездах. Из них порядка 40-50 это те, которые переезды, где надо строить путепровод, где люди стоят больше 15-20 минут. Как определяется время? Есть такая процедура транспортное исследование, когда мы определяем средне взвешенное по количеству транспортных средств, проезжающих в течение суток через переезд, сколько они стоят в заторе. Это чистая математика. Если это время меньше, то путепровод платный мы не строим. Может, тут другой строят, мы не строим. То есть, любое действие должно иметь свои основания экономические. И второе, это более важное. Людям надо объяснять, за что они платят и почему столько, а не 10 рублей, а не 100 рублей. Здесь логика, как я сказал, очень простая. Господа, вы и так эти деньги платите, но только за бензин. Вы назвали почти 8 десятков таких переездов. Государство софинансирует их или вы работаете чисто с инвестициями частными? Мы идем по так называемой модели built-on operate transfer. То есть, строительство, собственность, эксплуатация, передач. Государство может использовать там концессионные механизмы, какие-то иные. Сразу скажу, что концессия, строить по концессии платный путепровод, ну, наверное, это очень долго. Потому что концессия, как минимум 2-3 года вы будете готовить эту концессию. А сколько вы готовите? Ну, в Рязани 9 месяцев с момента принятия решения до момента выдачи решения на строительство. Строительство началось в апреле 2012 года. И в декабре объект был сдан. С 1 марта, потом он 3 месяца работал в бесплатном режиме. То есть, по нему все ездили. И 1 марта он был переведен в платный режим. Вначале поток упал почти в 3-4 раза. И с тех пор он растет. Причем растет и сейчас. То есть, по большому счету, рынок хороший. Государство может участвовать в этом процессе. Но тогда ваши интересы будут, ну, скажем так, затронуты существенно. Именно экономически и финансово. Я думаю, что, во-первых, государство может участвовать, и оно участвует, именно ограничивая размер платы и в Рязани, опять же, и в Московской области органы власти, там, муниципальные или областные, с которыми будем заключать соглашение инвестиционное. Одним из пунктов идет, первое, это ограничение размера платы. И мы понимаем, что эта функция государственной власти, она должна защищать интересы населения. Второе, это наша обязанность пускать бесплатно-транспортные средства, скорая помощь, милиция, МЧС, это те транспортные средства, которыми предписано законом. И второе, это, я думаю, что и в Московской области будет аналогично, это транспортные средства бюджетных учреждений. Это школы, детские сады и подобные бюджетные учреждения, которые полностью финансируются из бюджета. Но эти все организации должны каким-то образом аккредитоваться. Они регистрируются. Или подписать договор и так далее. И получить карточку. Да, и получить карточку, которая дает возможность бесплатно проезжать. Да, это так. 80 вот такого рода проектов в Московской области, если их реализовывать, сколько времени потребуется, чтобы решить проблему? Вы не считали никогда? Я думаю, что это примерно 25-30 год. Мы предусматриваем, с той программой, с которой мы выступили, это порядка 20 переездов до 2018 года. Ну, 20-25. Объясню, из-за чего цифра. Российский рынок вообще потянет? Вот вы работаете на рынке, да, предоставление платных дорог. Не то, что даже предоставление. Вы их проектируете, да, вы договариваетесь, вы ищете инвестора и так далее. Рынок сам по себе готов к этому? Для этого и был пилотный проект. Рынок готов. Более того, никто не ожидал, что он готов настолько. Настолько хорошо, настолько много денег есть для этого? Об этом речь. И инвесторы готовы вкладываться? Еще раз подчеркиваю, люди готовы платить лишь то, что они экономят. Имейте в виду потребителей. Потребители, конечно. Но, судя по опросам, которые проводились в стране, ну, 56% против платных дорог вообще. Значит, тут я могу привести следующие цифры. Дело в том, что это не только у нас и не только для российских автовладельцев характерно. Это мировая статистика. В Норвегии, в Швеции 70-80% были против. И только после того, как люди пользуются платной дорогой и понимают, в чем состоит выгода, они становятся за. После строительства или создания платного кольца в Осло и в Стокгольме стало 50 на 47, ну, там 53 на 47% тех, кто были за. То есть изменилась пропорция. А сейчас вы изучаете общественное мнение? Как сейчас меняется мнение людей вот к такого рода услугам? Я думаю, что людям надо объяснять. Например, можно по-разному вводить объект в платный режим. Можно просто закрыть шлагбаум и трава не расти. В Рязани было сделано иначе. И в Московской области мы будем делать так же. То есть мы сначала запускаем поток в платном режиме только в одну сторону. И только после того, как люди привыкают к тому, что объект платный, понимают, как платить. Потому что у нас были разные случаи. Люди пытались засовывать банковские карточки, так сказать, там, где чек выходит. То есть дикие мы еще в этом. Абсолютно почти. То есть там просто экзотичные случаи. Там, например, человек приезжает. Я вам показал тоже в интернете. На этом перед эфиром я смотрел в реальном времени. На полосе идет, например, в багажник доставать кошелек, приехал человек на платную дорогу. Идет в багажник, сзади машины стоят. Это еще одна, кстати, проблема, которую надо поговорить. Да, поэтому это нужно делать только плавно. То есть не сразу вводить в платный режим, а постепенно. То есть понимать, что людей надо еще научить, им надо объяснить. Но я вам скажу, что в Рязани, и мы специально засекали по интернету, смотря время, 8 секунд уходит. То есть уже появились специалисты, которые умудряются оплатить свой проезд за 8 секунд. Мы через несколько минут поговорим еще о качестве дорог, которые вы строите. Мы сегодня обсуждаем, реально ли строить в России платные дороги. Насколько это эффективно, экономически обосновано. И насколько это интересно нам, россиянам. У нас в студии гендиректор за региональные платные дороги Владимир Осопряков. И мы пытаемся также понять и ваше мнение, уважаемые слушатели. Телефон 65 10 99 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Качество дорог, Владимир, меня интересует прежде всего. Поскольку вы строите их, а потом оказываете услугой. Насколько качество хорошее? Кто строит вообще эти дороги? Как часто вы делаете ремонт? Закладываете ли это в свой бюджет, деньги на ремонт дорог? Что за специалисты строят? Ну, строят те же самые дорожники. Просто тут вопрос не в том, кто строит, а кто контролирует. А контролировали строительство Рязанского пути два технодзора. От банка и наш. А почему не иностранцы? Наши лучше строят? Нет, наши строят дешевле. Но единственная разница, над нашими приходится стоять. Кто-то уже посмеялся из наших слушателей, когда вы сказали, дешевле наши строят. Скажу следующее. Значит, Рязанский путепровод. Есть такая проблема, но она относится не к нам. Как это? Дело в том, что мы не можем отвечать за, как бы, за бюджетный проект. Мы отвечаем за свой. Сколько существует Рязанский проект? Год? Рязанский проект существует меньше года. Ремонтировать когда будете дорогу? Значит, по нормативу раз в четыре года ремонт. Но если возникает необходимость ремонтировать раньше, ремонтируется раньше. Ну, вы видите сейчас изношенность полотна? Значит, в Рязани на левой полосе действительно из-за перегруза общественного транспорта сейчас образовалась легкая клея. Мы предъявили генподрядчику, который давал гарантию пятилетнюю на строительство, соответствующие требования. На следующей неделе он делает ремонт по полосе. В день, когда будет делаться ремонт, проезд через путепровод будет в этом направлении бесплатный. А не легче ли было заказать тех же немцев, которые бы приехали и сделали вам суперенский просто путепровод? А не асфальт? Откуда будут из Германии везти? Зачем здесь? Просто будут контролировать по-другому. Здесь тоже самое все происходило. То есть вы уверены в том, что возможно сделать и у нас? Возможно делать и у нас. Да, действительно, при строительстве Рязанского путепровода технадзор заставлял генерального подрядчика снимать и переделывать слоями песок. Там уже определенная степень сжатия нужна. Это было. Опять же, мост строили, областная организация ООО «Стой» работали как часы. Ни одного замечания со стороны технического надзора к ним не было. То есть есть в России организации, которые работают качественно, быстро и четко. И по разумной цене. Но сейчас все равно на ремонт вы выходите по-любому. Ремонтируется только полоса левая. Перегруженность грузовиков идет большая. Издержки кто будет компенсировать? Подрядчик, который давал гарантию. Это ему дорого обойдется. А что делать? Но если говорить о зарубежном опыте, который вы приводили, ту же Норвегию, как часто они ремонтируют свои дороги? И есть ли у них такая проблема, как общественный перегруженный транспорт, дороги? Я думаю, что у них проблемы с перегрузом нет. Почему? Почему у нас такая проблема есть? Дело в том, что пункты весового контроля, которые должны быть, которые должны наказывать владельцев грузового транспорта за перегруз, их крайне мало. И как они работают, я лично просто не знаю, мы с этим не сталкивались. Мы видим последствия. Мы видим последствия, что левая полоса, по которой на ПВП заходит большегрузный транспорт, в силу перегруженности машин образовалась легкая клея. Причем мы не дожидаемся, когда она образуется, станет явной. То есть мы сразу, как только это стало заметно, выставили соответствующие требования подрядчику. Владимир, давайте послушаем нашего слушателя Георгия. Георгий, здравствуйте. Георгий, здравствуйте. Георгий. Георгий, вы нас слышите? Что-то проблема с линией. Да, мы продолжим разговор по поводу непосредственно качества дорог. Если вы говорите о том, что наши так хорошо строят, почему сейчас, если возникают какие-то платные участки дорог, то они возникают уже на построенных трассах? Самый яркий пример. Трасса Дон. Почему? Вначале пытался дать ответ. Дело в том, что государству денег не только на строительство не хватает, на содержание не хватает. Вот в чем проблема. То есть, по большому счету, государство, которое берется у нас деньги, налоги и так далее в огромном количестве, как владельцев, да, денег не хватает. Неправильная постановка вопроса. Дело в том, что надо смотреть не в абсолютных единицах, сколько берется на это налогов, а смотреть на потребности, сколько нужно дорог. Густота сети дорожной в России значительно ниже, чем в Европе. Это связано с предысторией. Например, во Франции опорная сеть шоссейных дорог была построена, извините меня, при Людовике 14. А в России до 17-го года считалось, что основным видом транспорта должны стать железные дороги. А шоссейные дороги – это как вспомогательные для подъезда к железным дорогам. То есть была совсем другая стратегия. У тех пространств, которыми обладает Россия, есть свои плюсы, есть свои минусы. И минус в том, что на каждого гражданина России ложится большая протяженность дорог и большая инфраструктурная нагрузка, чем на гражданина любой европейской страны. Плотность населения сравнить. Ну и плотность населения сейчас таким образом распределена, особенно в Московской области. Можно я закончу мысль? А в Норвегии, где сравнимая плотность населения, там дороги платные вообще безальтернативные, я об этом говорю. Да, да, да. Вот сейчас возможно ли строить новые дороги вообще в Московской области, учитывая, что как такового генплана мы не видели? Ну я думаю, что он появится, потому что так должно быть в соответствии с законом. А дороги строить придется, потому что пути другого нет. Но огромное количество проблем будет, прежде всего, с землей. Ну, конечно, Россия это не Китай, где решили построить дорогу, и все, кто встал на ее пути, враги государству, да? То есть там процедура изъятия значительно проще. Мы прекрасно помним, да, эту историю с Химкинским лесом. Я думаю, что, ну, с Химкинским лесом, там тоже неоднозначная ситуация, я не могу, конечно, судить, но в лесу было много свалок, и это никого не волновало. Когда стали строить дорогу, почему-то дорога всех заволновала. Там не так все просто, как мне кажется, я могу ошибаться. Таких историй может быть очень много в Московской области. Я думаю, что во всех случаях нужно проводить работу с населением и объяснять, зачем это нужно, что от этого выиграет население. Конечно, никто не хочет из себя получить дорогу под окнами, но, с другой стороны, все понимают, что если он, выходя из подъезда, попадает в лужу, то это тоже не здорово. То есть должны быть подъездные пути, должны быть трассы. Это нормальное цивилизованное развитие. Ну, мы также с вами должны учитывать и вариант российской особенности. Менталитет есть такое. И тут, если говорить, например, о строительстве бизнеса, вот в том направлении, в котором вы работаете, это одна песня. А если мы будем говорить об отношении потребителя, это другая песня. Если говорить о бизнесе, сегодня этот бизнес, насколько он реально будет востребован и востребован ли вообще, что из себя представляет рынок России? Насколько вы сталкиваетесь с противодействием? Кану, скажу сразу, в Рязани мы везде встречали только поддержку. В Московской области, сейчас работая с муниципалитетами, мы встречаем везде только поддержку. Поддерживают вас словесно? Власть, власть, власть. То есть это просто написали письмо, нам нравится, как вы работаете, построите нам эти проводы. Нет, поддерживают активные позиции. Я вам скажу, Домодедово и глава городского округа, и глава администрации городского округа поддерживают именно делом. Да, но в Домодедово совсем недавно был как раз-таки референдум, на котором народ высказался против всех вот этих платных услуг дорожных. Ну, в микрорайоне Выстряково, там наоборот, за. Почему? Потому что по жилой застройке стоит пробка почти круглосуточно. И, ну, я как говоря, там, классическая ситуация не очень хорошая. В районе Белых Столбов не вы строите? В районе Белых Столбов строится федеральная трасса А-107. Там Эскамос строит, это бесплатный путепровод. А вы планируете построить в районе Выстряково? Это в районе платформы взлётная авиационная дорога. А, ну, там бесконечная пробка. Ну, да, об этом речь. Она там не просто стоит к переезду, там хвост пробки перекрывает движение по Каширскому шоссе. Да, да, да. Люди опаздывают на рейсы и так далее. Да, я, честно сказать, сам там опоздал один раз на самолёт. Пользуйтесь железными дорогами. Ну, да. Ну, люди покупали машины в кредит не для того, чтобы ставить их в гараж. Основная часть. Ну, понятно. Но, тем не менее... Так поездить все будут. Что значит поддерживает местная власть? Ещё раз. Это не словесные интервенции, да? То есть есть финансовые какие-то? Нет, не финансовые. Нам нужна только административная поддержка. Работаете в режиме одного окна, как говорится. Документы получили разрешение? Ну, во-первых, там не одно окно, там просто нужно проходить определённые процедуры. А именно, до того, как получить решение на строительство, там нужно соревновать земельный участок. Соревновать земельный участок до того, пока нет понимания по трассе, путепровода невозможно. Потом сделать проект, точнее, получить технические условия, сделать проект, пройти государственную экспертизу. И только после этого возникает решение на строительство. А начинается всё с общественных слушаний. Вот. Хотел что-то сказать, но уже забыл. По поводу администрации, да. И именно поддержки. Потому что, насколько я понимаю, деньги всё равно будете свои вкладывать. В этот же путепроводство. Любая администрация понимает, что она либо может что-то сделать, либо она ничего не может, не будет делать. И так всё и останется. Есть люди, и таких людей становится постепенно большинство, которые приходят во власть с пониманием того, что они хотят после себя что-то сделать лучше. Вот в своё время говоря с мэром Рязани, он прямо сказал, говорит, я хочу, чтобы после меня что-то осталось. Вот пускай это будет путепровод. И денег не попросил. Отката не было. Так и есть. В Домодедово так же? В Домодедово так же. Мы просто видим, как администрация города Домодедово относится к проекту. Ну, у нас нет никаких проблем в отношениях с ним. Когда там построите путепровод? Значит, планируется начало проекта с 1 декабря. И вот в эксплуатацию в 2015 году. То есть в течение года нужно забыть про эту дорогу? Дело в том, что в 2014 году будет построен путепровод на 107. Да, там придется делать круг, это раз. Во-вторых, там есть объезд. Там просто мало кто знает, что есть под железной дорогой в трёх километрах проезд. Сколько будет стоить путепровод? Тоже 20 рублей или дороже? Проезд, да, 20 рублей для легкового транспорта. Но цена может измениться, правильно? Это будет прописано в соглашении. С областью, конечно. 20 рублей, но там идёт индексация ежегодная по изменению индекса потребительских цен. То есть она не остаётся 20 рублей, она просто индексируется постепенно. Дело в том, что есть инфляция, есть официальные данные госстатистики о том, сколько в Московской области, насколько изменились потребительские цены. Поскольку это услуга, то это вполне обосновано. Сколько будет стоить этот путепровод? Это тоже в районе 200. Значит, пока проекта нет, нет, там точно длина мостового сооружения в два раза больше, чем в Рязани. Пока проекта нет, то это мы пока закладываем в диапазоне от 350 до 500. Но это дороже существенно. Конечно, дороже. Длина мостового сооружения, там, во-первых, длина мостового сооружения в два раза больше. И второе, там не шестиполосный, а восьмиполосный ПВП, поскольку там поток больше. Я, честно говоря, даже не представляю. Я знаю эту местность, я вот даже не представляю, где вы будете размещаться. Там, в пространстве между железной дорогой и торговыми центрами, которые находятся со стороны Домодеда, вот железной дороги. Поговорим об этом чуть попозже, через несколько минут. Реально ли строить в России платные дороги? Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем, гендиректором ЗАО «Региональные платные дороги» Владимиром Сопряковым. И ваши вопросы мы также ждем по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Мы в завершении вот третьей части программы говорили о конкретном примере, да, о будущем, который, возможно, будет в Домодедово. Вы прошли уже общественное слушание? Значит, общественное слушание является частью процедуры по получению проекта планировки территории, и это нас ожидает. То есть еще не прошли? Еще не проходили. Дело в том, что в рамках процедуры ГПЗУ там идет информирование населения, и это уже сделано. Общественное слушание еще впереди. Население обрадовалось, похлопало в ладоши. В принципе, вы на это уже рассчитываете. Значит, администрация поддерживает, и администрация делала опросы, вся внутри, вот, опросы населения, то есть микрорайон Вастрякова, руководство этого микрорайона, выясняло позицию населения. Вот. В чем еще одна проблема? Значит, как правило, вот я просто сравниваю по Рязани, как правило, против те люди, которые никогда этим не пользуются. Они против, потому что они против. Когда в Рязани планировалось построить путепровод, мы проводили опрос тех, кто стоял в пробке на переезде. Просто проходили, подряд всех спрашивали. Лично принял в этом участие. Отгадайте, какой процент был за? Не хочу отговорить, скажите. То, вот всех, кого спросили, от больших грузов до владельцев легковых, спрашивали, вы готовы платить за проезд через платный путепровод, который здесь на ваших глазах строится? Только начиналась стройка. 15 рублей. Все 100 процентов, а грузовики, естественно, 30, все 100 сказали да. При этом в интернет, мы ввели в Рязани на форуме РЗН-Инфо, там огромное количество было противников, причем одних и тех же, которые спорили только ради спора. При этом реально, когда путепровод пустили в платный режим, ну, было там 2-3 инцидента, когда «Газель» говорила, что нет, я легковая, это на самом деле так и есть. «Газель» — это легковая машина, только у нас классификация по высоте. Вот, он сказал, что я буду платить как легковая. Мы сказали, вот, давай, мы за тебя заплатим. Это, точнее, директоров сказал. А ты поезжай, больше сюда не приезжай. Вот. У меня, понимаете, вот, отрицательная эмоция по поводу строительства платных путепроводов, она заключается только в одном. Это может сделать и государство, не обязательно частная структура. По одной простой причине. 70 миллиардов, о которых говорит господин Воробьев, достаточно для того, чтобы построить, мне кажется, эти путепроводы, не вмешивая, не внедряя частные структуры в эту технологию. Поэтому я несколько не понимаю, зачем. Если они будут, эти 70 миллиардов раз. И второе, ну, есть такой великий классик Булгаков, который словами профессора Воланда сказал известную фразу. Я часть той силы, которая вечно хочет зла, но совершает благо. На самом деле, это речь о бизнесе. Бизнес использовать в любом случае надо. Если есть возможность у государства делать это самому, конечно, государство должно это делать самому. Оно для этого и создано. Там, где у государства такой возможности нет, оно должно делать это, используя возможности других, в частности, возможности бизнеса. И защищая при этом интересы населения. Почему нет такого всплеска интереса к этому бизнесу? Потому что это очень сложный бизнес. Там очень много рисков. Закон 257 ФСЗ об автомобильных дорогах и дорожной деятельности был принят в 2007 году. У нас на сегодняшний день в стране раз-два-четыре платных объекта. И все. И все. Из них три, по сути, построены либо со значительной частью бюджетных средств, либо с использованием госгарантии. Частный объект вообще всего один. Это в Рязани. Все. Вы видите какую-то перспективу. Я, например, не понимаю, как дальше. Вот если бы я был даже на месте инвестора, я бы очень сильно сомневался вкладывать в этот бизнес деньги по одной простой причине. Потому что реально государственная структура может забрать у вас этот бизнес. Государство, поскольку это объекты инфраструктурные, мосты, путепроводы, во время любой войны, в первую очередь, хотят захватить враги. Вот, поэтому государство будет всегда рядом с этим бизнесом. И это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Ну, вы... И охватить эти все регионы в течение обозримого времени, очевидно, государство не сможет. Но вы не боитесь конкуренции? Это бизнес. Тут совершенно естественно будет конкуренция. А будет? То есть сейчас ее нет? Дело в том, что пока на рынке мы одни. Вот. И на совещаниях, и в Минфине. Это и опасность. И в Минфине нам все говорили, а где ваши конкуренты? Мы рады. И уже от этого испытываем проблему, что их нет. Я надеюсь, что они появятся. Потому что, так, если представить, общее количество, вообще 11 тысяч переездов России. На самом деле, это объем рынка просто колоссальный, если смотреть с точки зрения частного бизнеса. И на этом рынке еще долго конкуренты, даже когда они появятся, не будут встречаться. Ну вот в этом году ваш проект, насколько я понимаю, именно Рязанский, да, стал номинантом премии развития веб, да? Да. И в номинации лучший инфраструктурный проект. Как вы считаете, вот это некое признание все-таки вашей работы экспертам сообщества? Да, безусловно. Потому что впервые была применена схема БИОТИ в России, в дорожной отрасли. Это когда частник строит, сам формирует земельный участок, на свои деньги строит, несет все риски и не ходит к бюджету, дайте мне гарантию или дайте мне деньги. Но гарантию вы все равно просите. Нет, не просим, не используем, и в Рязани не используем, и в Московской области не используем. То есть мы несем все риски проекта. Вы тогда после эфира расскажите мне, кто эти люди, которые вам дали деньги на строительство? Это очень рискованно. Я запишу телефончик, поговорю. Значит, очень интересно. Честно скажу. Услышать, по крайней мере. В нашей стране, в наше время люди вкладывают в очень рискованный бизнес колоссальные деньги, рассчитывая на то, что они получат какую-то прибыль. Причем не быструю прибыль, это длинные деньги. Абсолютно верно. Это такая редкость. Я уже не спрашиваю, под какой процент наверняка они дают вам деньги. Но тем не менее, вы сейчас расскажете, а я такое ощущение, что нахожусь в сказке. Это только очень крупные структуры могут себе позволить. И эти структуры в любом случае должны иметь отношение к государству. То есть это государство может помогать частному бизнесу, но только в виде кредита, который надо возвращать. Ну плюс государство еще будет наверняка вмешиваться в управление. Да, это банки, они коммерческие банки, да, в них участвует государство. И эти банки понимают, что то, что они делают, это нужно государству. И государство это понимает. Ну а что касается вот это признание, да, о котором мы с вами только что говорили по поводу премии развития. Ну признали вас. Это как-то помогает вам дальше развиваться с точки зрения получения новых денег? Да, во всяком случае банки увидели, что внешнеэкономбанк и высшая руководство страны данное направление поддерживает. Ну внешнеэкономбанк, понятно, это крупный игрок, Сбербанк крупный игрок, ВТБ крупный игрок. Мелкие банки интересуются, нет? Или они не потянут просто? Мелкие банки, значит смотрите, мелкие банки готовы кредитовать, но порядка 3-5 лет. За это время проект себя не окупает, но этот проект можно рефинансировать. И сейчас мы отрабатываем такую схему, которая предусматривает кредитование у средних банков под отдельные проекты с последующим рефинансированием. Почему? Потому что после того, как появляется объект, который поступает в залог тому же банку, этот объект функционирует, его значительно легче рефинансировать. То есть банк любой понимает, вот кэшфлоу, совершенно понятное и достаточно стабильное. Но при этом банк же еще и занимается тем, что управляет этим бизнесом наверняка, да? Пока нет. Почему? Потому что для банков этот бизнес абсолютно новый. Я сказал, всего 4 проекта, из них 3 по сути государственных. Они присматриваются сейчас к этому бизнесу? Сейчас присматриваются, почему? Потому что это абсолютно новое направление. Хотя многообещающие именно с точки зрения вложения средств, по сути это тот же самый, то есть платный объект дорожный, это тот же самый бизнес-центр, но только независимый от тех превратностей судьбы, которые известны в арендном бизнесе. Почему? Потому что автомобилизация растет, это все понимают, это нужно и это тоже все понимают. И потенциал этого рынка огромен. Ну, хотите сказать, что есть спрос, есть предложение. Да, да, да. Пока этот спрос еще, точнее так, спрос-то он есть. А с точки зрения банков он еще неосознан. Хотя, в общем-то, я думаю, что очень многие банкиры стоят в пробках на переездах. Ну, и реальный сектор тоже почувствовал наверняка в Рязани какой-то плюс уже от этого проекта. Ну, в микрорайоне Дашки увеличилась стоимость квартир. Насколько? Не скажу в количественном отношении, знаем факт. Ну, то есть, если покупать квартиру, теперь в Московской области нужно в Остряково где-нибудь там, да, поблизости? Ну, почему? Это очевидно, инфраструктура появилась. Если раньше люди преодолевали переезд там 20-30, иногда вообще и 40-50 минут, и причем не знаешь, ты можешь выехать, простоять на переезде одно время, приехать раньше или опоздать. То есть, человек не может прогнозировать. В чем минус переездов? Теперь время можно прогнозировать. Цена этого прогноза понятна. Понятно, да. Это цена того же бензина, который раньше на заправке оплачивали. Сколько человек у вас работает в компании? В главной компании 13 человек, в Рязанске 27. Почти малый бизнес. Ну, да. Но это очень высоковынно специалисты. Долго собирали команды. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Единственное, еще один маленький вопрос. Будущее есть у этого бизнеса? Безусловно. Насколько вы уверены в этом? 99 процентов, 1 процент на падение метеорита. И все. Да, и все. Идинственный риск. Понятно. Спасибо еще раз за то, что вы к нам пришли. Разъяснили свою позицию. Надеюсь, что услышали и наши слушатели. Особенно те, которые заинтересованы в развитии этой инфраструктуры. И поняли главную идею вашу. У нас в гостях был гендиректор ЗАО региональной платной дороги Владимир Сопряков. Меня зовут Александр Векер. Это была программа «Парадокс». До встречи.